Братья Гримм 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 Садил себе на поля шляпы и расхаживал барабанщик наверху, взад и вперед. И мог видеть теперь все за деревьями, что впереди делается. Заметил он в голубых дали гору и подумал, пожалуй, это и есть она, вот эта стеклянная гора. Так и оказалось. Сделал великан всего два шага, и они подошли близко к подошве горы. И тут великан и отпустил его на землю. Барабанщик потребовал было, чтобы великан его донес до самой вершины горы, но тот покачал головой, что-то проворщался ей в бороду и вернулся назад в лес. Стоял теперь барабанщик у горы, а была она такая высокая, точно три горы одна на другой поставлены были. Да при том такая гладкая, как зеркало. Не знал он, как ему на ту гору взобраться. Начал он забираться, но ничего не вышло. Он все время назад скатался. Как же мне сейчас было бы здорово стать птицей, подумал он. Но одного желания было мало. Крылья у него от этого не выросли. Стоит он и не знает, что ему делать. И вот увидел он невдалеке от себя двух людей, яростно споривших между собой. Он подошел к ним и понял, что они спорят из-за седла. Оно лежало между ними на земле, и каждому из них хотелось его получить. Что же вы, однако, за дураки, сказал барабанщик. Спорите из-за седла. А коня-то у вас и нету. Это седло такое дорогое, что есть из-за чего спорить, ответил один из людей. Кто на него сядет и куда не пожелает попасть, хоть на край света. Там он в раз и окажется. Стоит ему только желание свое сказать. Седло это принадлежит нам обоим. И мой черед ехать на нем. А вот он не соглашается. Этот спор я для вас быстро разрешу, сказал барабанщик. Он отошел на некоторое расстояние и воткнул в землю белый шест. Потом вернулся назад и говорит, а теперь бегите к цели. Кто первый добежит, тот первый и поедет. Бросились оба бежать во весь дух. И только отбежали нескольких шагов. Вскочил барабанщик на седло. Пожелал перенестись на стеклянную гору. И не успел он и рукой махнуть. А как был уже там. Было на вершине горы ровно место, где стоял старый каменный дом. А перед домом был большой рыбный пруд. А дальше за ним густой лес. Барабанщик не заметил нигде ни людей, ни зверей. Всюду было тихо. Только ветер шумел на деревьях. И почти над самой его головой тянулись облака. Он подошел к дверям, постучался раз и другой. Постучал он и в третий раз. И открыла ему дверь старуха. Лицо у нее было смуглое, глаза красные. На длинной носу у нее были очки. Она поглядела на него сурово. Потом спросила, чего он хочет. «Впустите. Дайте мне поесть и переночевать», – ответил барабанщик. «Это можно будет», – сказал старуха. «Если ты согласишься выполнить за это три работы». «Ну чего же не согласиться», – ответил он. «Я никакой работы не боюсь, даже самой тяжелой». Старуха его впустила, дала ему поесть, а вечером приготовила хорошую постель. По утру, когда он выспался, сняла старуха со своего худого пальца наперсток и сказал, «Ну а теперь принимайся за работу. Вычерпай мне вот этим наперстком пруд во дворе. Но с работы ты должен управиться до наступления ночи и разобрать всех рыб, что находятся в пруде по сортам и размерам, и сложить их в порядке». «Это работа необычная», – сказал барабанщик. Но однако отправился к пруду и начал вычерпывать воду. Черпал он целое утро. Ну, как можно было вычерпать наперстком столько воды, даже если бы он занимался этим тысячу лет? Наступил полдень и подумал барабанщик, «Все понапрасну. Работаю я или не работаю, а все одно и то же». И бросил он за дело и улегся на берегу. И вот вышла из дома девушка, поставила перед ним корзину с едой и сказала, «Ты сидишь тут такой грустный, чего тебе не хватает?» Посмотрел на нее барабанщик и видит, что девушка, она чудесной красоты. «Ах», – сказал он, – «я не в силах выполнить и первая работа, а что же будет с остальными? Я вышел на поиски королевны, которая должна находиться здесь, но я ее не нашел. Видно, придется мне идти дальше». «А ты здесь оставайся», – сказал девушка. «Я тебя из беды выручу. Ты устал? Положи голову мне на колени и усни. Когда ты проснешься, работа будет сделана». Барабанщик не заставил просить себя дважды, и только закрылась у него глаза, повернула девушке волшебное кольцо и молвила, «Вода ввысь, рыба наружу». И вмиг поднялась вода белым туманом ввысь и потянулась за облаками, а рыбы начали барахтаться. Выпрыгнули на берег и легли, каждый по величине и по сорту, в ряды. Проснув барабанщик и в изумлении увидел, что все уже выполнено, но девушка сказала, «Одна из рыб лежит не в ряду. С подобными ей рыбами, а отдельно. Когда старуха явится вечером и увидит, что все сделано, как она требовала, она спросит, «А эта рыба почему лежит отдельно?» «А ты киней тогда рыбу в лицо и скажи, «А эта рыба для тебя, старая ведьма». Вечером явилась старуха, и когда она задала этот вопрос, барабанщик ей бросил в лицо рыбу. Она притворилась, что будто ничего не заметила, и промолчала, и глянула на него злыми глазами. На другое утро она сказала, «Вчера тебе все же удалось, слишком легко. Надо будет дать тебе работу потрудней. Нынче ты должен вырубить весь лес, распилить деревья на дрова, сложить их в полейницы, и все это надо закончить к вечеру». И дала ему топор, молоток и два клина. Но был топор оловянный, а молоток и клини из жести. Только он начал рубить, покривился топор, а молоток и клини погнулись. Он не знал, что ему делать. В полдень явилась снова девушка, принесла еду и утешила его. «Положи голову ко мне на колени», сказала она, «И усни. А когда проснешься, работа будет исполнена». Повернула она волшебное кольцо, и в тот же миг рухнул срезком весь лес. Деревья покололись сами собой и сложились в полейницы. И было похоже, будто исполнили эту работу незримые великаны. Проснулся барабанщик, а девушка и говорит, «Вот видишь, деревья все порублены и в полейницы сложены. Осталась всего лишь одна ветка. Когда старуха придет и спросит, почему эта ветка осталась, ты удари ее той веткой и скажи, «Это для тебя ведьма ты этакая». Явилась ведьма. «Вот видишь», сказала она, «Какой легкой оказалась работа». «Но для чего лежит эта ветка?» «А это для тебя, ведьма ты этакая», ответила барабанщик и ударил ее той веткой. Но она притворилась, будто ничего не почувствовала, посмеялась и сказала, «Завтра рано по утру ты должен все эти дрова сложить в кучу, поджечь их и спалить». Поднялся он на рассвете, начал складывать в кучу дрова, но как мог один человек весь лес собрать в одно место? Работа не двигалась, но девушка не покинула его в виде. Она принесла ему в полдень еду, поел, он положил голову ей на колени и уснул. А когда проснулся, вся груза дров была объята чудовищным пламенем, а его языки поднимались до самого неба. «Теперь послушай меня», сказала девушка, «когда явится ведьма, она станет давать тебе разные поручения. Выполнишь ты без страха все, что она потребует, тогда не сможет она к тебе придраться. А будешь бояться, то охватит тебя пламя, и ты и сгоришь. Под конец, когда ты все выполнишь, ты схвати ее обеими руками и кинь в самое пламя». Ушла девушка, и вскоре подкралась старуха. «Ух ты, как мне холодно», сказала она, «Вот пылает огонь, а уж согреть мне старые косточки, и мне будет приятно». Вот лежит чурбан, но никак не загорается. «Ты его вытащи, мне из пламени сделаешь это, и будешь свободен, и можешь себе идти куда-то вздуматься». «Ну, поживей, в пламя!» Недолго думая, бросился барабанщик в огонь, но он ему ничего не сделал, даже волос не опалил. Вытащил он оттуда чурбан, положил его в сторонку, но только прикоснулся к дереву к земле, как обратился она мигом в красивую девушку. И была это та самая, что помогала ему в беде. А по шелковому блестательному золотому платью, что было на ней, он сразу понял, что это королевна. Но старуха злобно усмехнулась и сказала, «Ты думаешь, что она уже твоя?» «Нет, она еще не твоя». Она хотела броситься к девушке и утащить ее с собой, но он схватил старуху обеими руками, поднял ее и кинул в самое пекло, и охватил ее пламя, словно радуясь, что можно теперь сожрать ведьму. Королевна глянула на барабанщика и увидела, что он красивый юноша. Вспомнив, что он был готов отдать свою жизнь, чтобы ее спасти, она протянула ему руки и сказала, «Ты ради меня отважился на все. Я тоже хочу сделать для тебя все. Если ты обещаешь мне верность, то будешь моим мужем. А богатства у нас много. Нам довольны и того, что насобиралась здесь ведьма». Она повела его в дом, где стояли лари и сундуки, наполненные ее сокровищами. Золото сервера они не тронули, взяли только драгоценные камни. Королевня не забывала, не захотелось оставаться больше на стеклянной горе, и он сказал ей, «Садись ко мне в седло, и мы спустимся вниз, точно птицы». «Мне, старое, твое седло не нравится», сказала она, «Стоит мне только повернуть на пальцы волшебное кольцо, и мы окажемся дома». Хорошо, ответила барабанщик, «В таком случае пожелай, чтобы мы были у городских ворот». И они вмиг очутились там, и говорит барабанщик, «Но мне хочется сперва навестить моих родителей, дать им о себе весточку. Ты подожди меня здесь на поле, а я скоро вернусь назад». «Ах», сказала королевна, «Я прошу тебя, будь осторожен, не целуй своих родителей в правую щеку, когда прибудешь к ним, а то забудешь ты все, а я останусь здесь одна, покинутая на поле». «Ну как я могу тебя позабыть», сказал он, и протянул ей руку в знак обещания в скором времени вернуться назад. Когда он вошел в отчий дом, никто его не знал, от того, что три дня, проведенные им на стеклянной горе, были на самом деле три долгих года. Он объявил, кто он, и бросились родители от радости к нему на шею. А он так расчувствовался, что поцеловал их в обе щеки, а про слова девушки и позабыл. Только поцеловал он их в правую щеку, как все мысли о королевне, у него тот час исчезли. Он стал доставать из карманов драгоценные камни и положил их в целую пригоршню на стол. А родители не знали, что им с таким богатством и делать. Тогда начал отец строить великолепный запах, окруженный садами, лесами и лугами. Такой красивый, должен быть в нем поселиться какой-нибудь князь. Когда замок был готов, сказала мать сыну, «Я выбрал для тебя девушку, через три дня мы справим свадьбу». И сын был доволен всем, что хотели родители. Долго стояла у городских ворот бедная королевна, дожидаясь возвращения юноши. Когда наступил вечер, она подумала, должно быть, он поцеловал своих родителей в правую щеку. Обо мне, видно, позабыл. Сердце ее было печально, ей хотелось бы впасть в одинокую лесную избушку, а вернуться назад к королевскому двору. К своему отцу ей не хотелось. Каждый вечер расправлялась она в город и проходила мимо дома барабанщика. Иногда он видел ее, но не узнавал. Наконец она услыхала от людей, что завтра будут праздновать его свадьбу. И она сказала себе, «Я попытаюсь, может быть, снова пленю его сердце». Тогда справляли первый день свадьбы, она повернула свое волшебное кольцо и молвила, «Хочу платье, блистающего, как солнце». Вмиг лежало перед ней платье, и оно было такое сверкающее, будто было соткано все из одних солнечных лучей. Уже собрались все гости, и она вошла в зал. Каждый удивился ее красивым, прекрасным платьем, а больше всех невеста. А так как красивые платья были самой большой ее страстью, то она подошла к незнакомке и спросила, не продаст ли она его. «За деньги нет», ответила та, «но если мне будет позволено пробыть первую ночь у двери, где будет спать жених, тогда я согласна платье отдать». Невеста не смогла сдержать свое желание и согласилась. Но она подмешала сонного зелья в вино, которое поднесли жениху на ночь, и он погрузился в глубокий сон. Когда все в доме утихло, королевна присела у корочки перед дверью в опочивальне, приоткрыл ее немного и сказал так, «Слушай меня, барабанщик, неужели меня позабыл? На стеклянной горе ты ведь долгое время прожил, а не я ли тебе от злой ведьмы спасала? И а не ты ли мне верность навек обещал? Слушай, слушай меня, барабанщик». Но все было напрасно, барабанщик не проснулся, и когда наступило утро, королевне пришлось уйти ничем. На другой вечер повернула королевну с собой в волшебное кольцо и сказала, «Хочу платье серебряное, как луна». И вот она явилась на праздник в платье, что было такое нежное, как лунное сияние. И невесте снова захотелось ее иметь, и она отдала ей платье за то, что это позволило провести ей вечер у двери опочивания и вторую ночь. И молвила королевна в ночной тишине, «Слушай меня, барабанщик, неужели меня позабыл? На стекле на горе ты ведь долгое-долгое время прожил. А не я ли тебя от злой ведьмы спасала? И не ты ли мне верность навек обещал? Слушай, слушай меня, барабанщик». Но добудиться барабанщика, одурманенным сонным зелем, было невозможно. Опечаленно вернулась королевна поутру назад в свою лесную избушку, но люди в доме слыхали жалобу девушки-незнакомки и рассказали о том жениху, рассказали о том, что он не мог бы ничего услышать, потому что посыпали ему вино сонного зелья. На третий вечер повернула королевна в волшебное кольцо и молвила, «Хочу платье, сверкающее, как звезды». Когда она показалась в нем на свадьбе в Перу, невеста была вне себя от великолепитого платья, что превосходило все остальное, и сказала, «Я должна, во что бы ни стало, им обладать». Девушка отдала его, как и первые два платья, за позволение провести ночь у дверей жениха, но не выпил жених вина, поданного ему на ночь, а выплеснул его на кровать. И когда в доме все утихло, он услыхал голос, который его окликнул, «Слушай меня, барабанщик, неужели меня позабыл?» «На стеклянной горе, ты ведь долгое-долгое время прожил, а не я ли тебя от злой ведьмы спасала? И не ты ли мне верность навек обещал? Слушай, слушай меня, барабанщик!» Вдруг к нему вернулась память, «Ах!» скликнул, как я мог поступить так неверно, но виною всему то, что на радостях я от всего сердца поцеловала родителей в правую щуку, и это помрачило мне память. Он вскочил, взял королевну за руку и перевел ее к постели своих родителей. «Вот она, моя настоящая невеста», сказал он, «Если бы я женился на другой, я совершил бы большую несправедливость». Когда родители узнали, как все это случилось, они дали свое согласие и были опять зажжены в зале огни, принесены литавры и барабаны, приглашены друзья и родные и была отпразднована к великой радости настоящая свадьба. А первая невеста получила возмещение за это прекрасное платье и была этим очень-очень-очень довольна. Редактор субтитров А.Семкин